понятно да вот а это моя ветка упала яблок груш было три раза больше собирали собирали вот это остатки сбора это у меня воронежская упала владеть внимательно почему падает и дерево 28 примерно лет примерно плюс минус 2 года но вначале дачам сейчас для раскидывались раскидывать по-хорошему вот здесь прям они поспели но падать только начали и все подряд рвём но я как рву в данном случае тороплю как хочу а как надо смотрите я тут же сфотографировал одну грушку свежий снимок у меня есть старых полном не лень искать итак внимание друзья это в школе надо проходить потому что этого не знает опять никто ну так сложилось вы понимаете что люди работают тысячи десятки может сотни тысяч в садах они собирают урожай знаете как собирает становится допустим на лестницу рискуя сломать шею вот отрывает яблоки груши ну так нет так как отрывает а как оторвется поняли да если брать так вы хотите чтоб она полежала вот эти вот через два-три года вон они на балконе но они гниют уже вот 15 я привез они уже полугнилые еще день-два на балконе жарко вот и и значит с них будут ковыряться семена этого для вас но это понятно еще раз говорю это учебный фильм вы хотите чтоб полежала лишь неделю две-три так это осенняя яковлева она твердая как камень вкуснейшая но потом какая ни была осенняя но все равно две-три недели и хана но в месяц может лежать в холодильнике мало для вкуснейшей сладчайшей груши у нее же нет внутри кислоты поэтому долго не лежит проблема как оторвать бывает оторваешь и она вся поводушка крым вот утра на а ей надо дать еще несколько груш вот считайте сами каждая листик я выбрал где много листья потому что это не обязательно тут же ряда может быть всего лишь одна вот вот рядом может быть это одна единственная грушка и вся плодушка одного да ладно и лисик здесь это учеба извините я старый бухгалтер помните я себя в прошлый раз обзывал нудный бухгалтер раз там два три четыре пять ну где-то пять шесть ну шесть ладно это а пока она дала одну на следующий год даст еще одну-две обычно одну-две потом все она после этого становится бесплодная и будет тут торчать если только сдуру какая-то черная фея не начнет их отрезать даже не отдаешься отчета что она творит раны делает вот то есть два-три года ее предел но как ее отрежешь когда она отваливается сама она оставляет вот тут маленькую ранку причем ранком уже готова к отваливанию она оставляет живой все вот это вот создание ранка конечно это плохо это сибирь она все-таки зарастает какой-то степени но это рано и сразу плодушка может погибнуть и часто гибнут даже у меня и может быть целый метр дерева быть пустой вот пустой вот как каренка вот нормально выбросит следующий побег а он даст плодушки ничего урожай мы видели до 40 ведер с дерева груш не штук ведер ведер не килограмм ведер вы поняли 20-30 ведер это нормально для яблок для груш сибири но при этом я никогда их не отрываю почему попробуйте вы собрать ведро для этого нужно взять ножницы и пополам смотрите сюда я пробовал так вот тут отрывая нормально отрывается рано тут здесь конечно вот это рано получается безобидно вот кусочек вот этот остается просто как-то вот это вот как его назвать вот этот кусочек остается и он помаленько начинает отсыхать медленно медленно и плодушка как правило не вредит и в зиму перезимовать плодушка может но грушка что сделает сгниет почему потому что рано здесь когда отрываем здесь вот например сейчас где-то я видел тут по моему торчало где-то или лежало сейчас а вот видите сверху грушка лежит я отрывал небрежно или земли собирал вот она так отвалилась но это или я оторвал жалеть то нечего потому что дальше уже все вот она а я потом покажу переломано потом 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 почему здесь главное другая цель здесь главное помочь вам спасти плодушки это самое главное а вы вспомните про нерегулярное подношение про периодичность по отрывать чертой матери вместе с хвостиками здесь рано и плодушка погибает ближайшую зиму почему естественная рана которая образуется после падения не искусственно естественно она зарастает безобидно так природа устроена отломали ей же еще долго висеть это осеньяклю еще месяц висеть я специально выбрал именно сорт осеньяклю потрогал зубами твердое как камень все правильно поняли да вот это речь идет о плодушках это мы должны знать захотели в середину золотую берете ножницы руками это невозможно и вот тут вот чик чтобы вот эта часть не сразу начала отсюда и чтобы здесь вот сюда не не омертвение не было и грибы чтобы сюда не полезли ни в чем не виноваты вот выдал вам еще один секрет который наука не знает и не знать не хочет самое страшное а знает одно как знает время съема есть и время созревания есть время съема на неделю на две на три на четыре раньше потому что это время для лёжкого съема для хранения в лёжком виде то есть дождался когда упадет это через неделю она перезгрела но не через неделю через две-три хотя называется осенью а все равно особенно в жару вот так видите сколько я рассказал получается медленнее чем хотел